Дорогие зрители, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Просто новости каждый день. Малахов признался, что конфликт окончательно не улажен до сих пор. Примадонна не взяла трубку даже в прощенное воскресенье. Ведущий уверен, что Алла Пугачева настроила против Андрея Малахова и своего супруга Максима Галкина. Тот теперь пишет в адрес шоумена язвительные комментарии. О серьезном конфликте с Аллой Пугачевой Андрей Малахов рассказал в интервью Ксении Собчак. А все началось с публикации в одном из интернет-изданий Малахова материала по поводу недвижимости Пугачевой и Галкина. Примадонне она не понравилась и та лично позвонила Малахову, чтобы высказать свое возмущение и обещала проблемы, сообщает СМИ со ссылкой на российский диалог. Понятно, что в этой истории Галкин поддержал жену и стал открыто оскорблять ведущего. В своем инстаграм он назвал Малахова главным телесплетником страны. Спустя время Малахов решил высказаться и рассказать, как все было на самом деле. Он признался, что когда Пугачева позвонила, то кричала и не могла остановиться. Что происходит, хватит уже писать. Ведущий продолжил, что даже не смог ничего сказать на грозный спич Примадонны. Она все высказав бросила трубку. Далее Малахов пытался звонить певице и объяснить, что вообще не причастен к данной новости. Его попытки были безуспешны. Я пытался позвонить ей в прощенное воскресенье, но она везде не брала трубки. Я ей написал сообщение, как рекомендует церковь настоящим христианам поступать в таких случаях. Но она не ответила. Я думаю, что эта публикация стала дополнительной каплей, когда она решила настроить Макса, рассказал Малахов. Он добавил, что вообще не знал о материале про жилье Примадонны. И ему в этой связи обидно, что Пугачева с Галкиным, не разобравшись, сделали из ведущего самого крайнего. Звезды еще долго не могли простить инцидент, к которому Малахов был непричастен. Галкин не упускает возможности подколоть ведущего и поныне. Так, когда тот ушел с Первого канала, то муж Пугачевой высмеял его проблемы. «Андрей, ты еще вернешься? Ты будешь плакать кровавыми слезами», – писал тогда Галкин в адрес Малахова на своей странице в соцсети. К слову, на прошедшем концерте Пугачева сообщила поклонникам, что следующий концерт состоится теперь не раньше ее 80-летия. По словам Примадонны, она согласилась на выступление в Минске только из-за хорошего отношения к жителям Белоруссии, а также в знак уважения к Александру Лукашенко, с которым они давние близкие друзья. При этом певица призналась, что обожает белорусскую кухню и отдыхает в этой стране всей душой, ведь здесь у нее много родственников и давних друзей. Само выступление «Дивы» прошло очень зажигательно и активно. В концертной программе принимала участие балерина Анастасия Волочкова, исполнившая свой коронный шпагат, который Алла попыталась повторить под восторженные аплодисменты фанатов. Также Пугачева поразила дерзким сценическим образом. В апреле 2019 года прошел концерт Пугачевой в Кремле, посвященный ее 70-летию.